Сегодняшняя наша тема это TypeScript. Почему TypeScript? То есть о чем мы сегодня вообще будем говорить? Что такое TypeScript? Возможно вы слышали, возможно нет. Почему TypeScript? Ну вообще правильно. Почему TypeScript? Я сначала расскажу, а потом расскажу, что такое TypeScript. Потом опять повторюсь, резюмируя, почему TypeScript? Почему он так нравится? Почему я бы рекомендовал стараться его использовать? И будет демо. Демо, постарайтесь не пугаться, если вы будете видеть вещи, похожие очень на JavaScript, но это будет ECMAScript 2015 и ECMAScript 6. Это очень тесно связано, то есть иногда пытайтесь это уловить, что это не совсем JavaScript, потому что бывают разные нюансы. Вот тогда поехали поговорим. Зачем TypeScript? У меня эта история, скажем так, я всегда рассказываю о каких-то своих ощущениях. Или мне было не очень неприятно, я как-то хотел улучшить эту ситуацию. То есть разные такие бывают моменты. Этот момент я назвал love story. На самом деле я вам сегодня расскажу о своей love story, о своей внутренности, а о love story к JavaScript. Но, к сожалению, это не будет love story, как у нас, там, человеческие отношения, да, там, институт брака. Это техническая love story. Техническая love story, к сожалению, немножко другая. Она не такая романтичная, не такая мягкая, не такая хорошая. Как я вам сказал, я люблю JavaScript. Мне очень нравится JavaScript. На нем можно писать для сервера сайта, для всех устройств можно писать. Можно уже для телевизоров, на холодильниках писать на JavaScript. Это очень круто. Я еще раз повторюсь, я как бы, ну, основное мое направление это .NET, но мне очень нравится JavaScript. И когда я первый раз с ним начал работать, ну, я вот встретил его, вот тут вот есть, видите, часть слева это для мужчин смотреть, для девушек смотрите справа. Я встретил очень все классно, мне все понравилось. Скажем так, я влюбился в JavaScript, я просто получал удовольствие, но я не замечал недостатков. Вот, и это была моя основная проблема вначале, что мне так все нравилось, что я не замечал недостатков. Но это технические отношения, да, то есть обычно, как бы, в нормальных отношениях, ну, так и хорошо, когда мы не замечаем недостатки, но так назовем технические отношения, это не то, где можно закрывать глаза на недостатки. Поэтому здесь бы я сказал, что мы всегда должны идти и искать проблемы, ну, скажем так, как эти недостатки обойти, как улучшить, что нужно поменять в нашей жизни, чтобы этого не было. Это технические отношения. И так началось у меня. Я начал замечать недостатки JavaScript. Вот, меня это начинало раздражать. То есть у меня было с чем сравнивать, с каким языком, я такой думал, ну, почему в этом проблемы. А я искал различные альтернативы. Я искал, там, CoffeeScript, Tart, тому подобное. Вот, и однажды я наткнулся на такой баннер, да, ну, то есть он как бы суточный, да, но не хочешь со мной поиграть TypeScript? Ну, для меня это был, как бы, сюрприз. Что-то неизведанное, что-то незнакомое. Я уже к этому времени, как бы, потерялся, да. То есть я смотрел, думал, что ничего нет и нету, скажем так, моего помощника, то, что я найду. Я смотрел на этот, скажем так, баннер PopUp, да, и думал, блин, а надо попробовать. Потому что сейчас, ну, я задумался, для меня JavaScript и разработка, да, на нем. То есть это реально проблема. Я все время куда-то скачу, я быстро разрабатываю, но потом мне приходится тушить, за собой вот пожару, как вот, ну, скачем быстро, но позади остается куча всего. Основные проблемы, почему? Нету интеллисенсов, да, динамически, как бы, куча плюсов, но такие минусы, которые меня раздражали. Нету интеллисенсов, то есть я не знаю, что туда подставить, что писать, то есть у меня такая была разработка копипаст. Каждый раз, ну, нету какой-то проверки, то есть я в ошибках узнавал на рантайме, то есть о тестировщиках или сам тестировал, где-то забыл, где-то переменную назвал не так. Ну, была очень проблема с этим. Также с организацией кода. Когда небольшое приложение, очень классно быстро его организовать, да, то есть по файликам разбили и все забыли. А когда начинаю писать какую-то такой large application, ну, реально беда происходит, куча проблем, как организовать этот модуль, как их вместе собрать, когда нужно какой загружать. Вот. Ладно, если там с этим как-то еще можно мириться, то есть там AMD, CommonJS и тому подобное, то следующее, что меня очень сильно удивило в JavaScript для того, чтобы писать хороший чистый код, не засорять, например, namespace, быть правильным, нужно использовать различные паттерны. Больше всего мне не нравится писать вот это immediately unlocking function expression. Классно, смысл, идея, но очень сложно в написании, иногда открываешь файл-код и смотришь, о боже мой, что это такое, особенно новичок приходит, а ты ему говоришь, а это чтоб не засорять namespace. А, ну ладно, мой дед так делал, я так делал и мой сын будет делать. Хорошо, с этим можно еще мириться, я обычно это делаю copy-paste и потом пишу, ну или как в сниппеты добавляю. Потом, я уже говорил, да, что месяц назад как бы утвердили ECMAScript 2015, ну который был ECMAScript 6 и Harmony. Все классно, все радостно, но я не могу на нем писать. Я вижу эти фичи и у меня просто катится слеза, потому что я их не могу использовать, нужно поддерживать браузеры, которые не зеленый, non-green, да, где только ECMAScript 5. И тут начинается беда, я как бы все время застрию с этим. Надо что-то делать. Тогда я, в принципе, уже знал на основании этих проблем, что я хочу. Я хотел, чтобы у меня, скажем так, можно было писать без проблем и легко поддерживать такие, скажем так, большие и средние проекты с использованием много client-сайда технологий, то есть JavaScript. И чтобы я мог это все быстро расширять, дополнять. Чтобы этот язык было легко учить. Потому что основная проблема, я, например, начинал CoffeeScript, надо еще один язык выучить. Посмотрел в сторону Дарта, ага, еще нужно один язык выучить. Я не хочу, я хочу код, как я научился на JavaScript писать, я хочу писать на JavaScript. Да, то есть, чтобы он был понятен, чтобы он был похож на какие-то объектно-ориентированные, чтобы люди, которые там, ну, понятно, что IC Sharp, ну, Java, C++, в принципе, эти языки похожи, и начать, зная их, программировать на новом, похожем синтаксисом, подходом, очень легко. А также, соответственно, когда что-то начинаем делать, новый язык, проблема. А для этого языка нету какой-то там библиотеки, платформы, она не переписана, проблема с совместимостью и тому подобное. Такого не хочется. А также хочется, чтобы я писал код, и он был совместим с незелеными браузерами. И, конечно же, у каждого языка, который, скажем так, рождается, используется, хочет решить какую-то проблему, должна быть какая-то roadmap, какой-то vision, что не так. Я начал использовать язык в Enterprise, потом мне говорят, извини, через год мы его закроем. Что мне делать? Ну, то есть, я виноват перед клиентом. И также, что важно для любого, скажем так, новой тулы, нового устройства, очень важно, чтобы я мог с нее быстро соскочить. Потому что мы живем в кровавом энтерпрайзе, и нам нужно очень быстро решать задачи. То есть, мы взяли эту тулу, используем, но наткнулись, что она не подходит нам. Что какая-то бага внутри, там, в ядре, в компиляторе, мы ничего не можем уже сделать. Вернемся к старому подходу, там, хоть мы как знаем. А если я уже полпроекта переписал, то соскочить с этого мне тяжело, мне нужно будет переписывать обратно. Вот это были основные мои требования. Я рискнул и подумал, ну, TypeScript, поиграться, не проблема, давай. И я нажал по этой ссылке. Вот. Я нажал по ссылке, который тот вот баннер злополучный, и я начал играться с TypeScript. Я начал понимать, что он мне нравится, что он отвечает моим требованиям. То ли это требования к TypeScript, скажем так, мои были, то ли TypeScript требовал от меня, чтобы так было. То есть, в принципе, здесь, что получилось, так для меня это было примерно вот так вот. То есть, ну, я был очень рад просто. То есть, как будто мне TypeScript предложил, а не хочешь зайти? Я такой, да, я хочу с тобой работать. Это был такой переломный момент. И после этого я понял, что надо не любить JavaScript, скажем так, отдавать все свое ему внимание для разработки. И нужно переключаться. То есть, нужно выбирать недостатки. Вот. Не надо, скажем так, любить только за достатки. Это технические отношения. Пожалуйста, если есть недостатки, убирайте. Поэтому я начал любить TypeScript. Вот. TypeScript у меня выглядит немножко по-другому, да. То есть, он, скажем так, избавлен от недостатков. Да. Так, если я вас смог убедить техническими отношениями или картинками, давайте теперь поговорим, что такое TypeScript. TypeScript — это не новый язык. Это язык, ну, скажем так, он новый, да, язык разработки. Но это суперсет JavaScript. То есть, любой JavaScript полидный — это уже TypeScript. Чувствуете? Вот это очень разница. То есть, например, я могу взять любой JavaScript файл .js переименовать .ts и назвать это TypeScript. И это будет уже валидный TypeScript. То есть, получается, TypeScript содержит все крутые, ну, все, скажем так, всю функциональность JavaScript, но его расширяет. То есть, это основная идея. Он его не модифицирует, ничего. Он просто расширяет. Он добавляет ему новые фичи. Но это остается JavaScript валидный. То есть, обратная трансформация. Типизированный. Очень классно. Я на этапе компиляции узнаю о его проблемах. То есть, то-то где-то переменное и тому подобное. Но тут же такой вопрос. Кажется, тогда все должно быть типизированное. Наш старый код очень тяжело переписать. Нет. Не обязательно. Как я говорил, любой JavaScript это валидный JavaScript, это валидный TypeScript. И наоборот, тут такая игра вот слов, но это правда. То есть, если я хочу быстро мигрировать, мне достаточно там сказать, что пусть это будет динамическое, как и раньше в TypeScript. Для этого не проверяй ничего. Это не проблема. И это очень классно. Когда переходишь, не нужно переписывать тонны кода. Он компилируется. То есть, TypeScript. В ECMAScript 3, но это очень для E6, кому надо. Конечно, в ECMAScript 3 там с ограничениями. Некоторые фичи нельзя туда компилировать. И самое главное в ECMAScript 5. Но ECMAScript 5 уже, в принципе, во всех браузерах E мобильных поддерживается хорошо, проблем нет. Также TypeScript не требует никакой виртуальной машины. Никакую там JVM или еще что-то промежуточные уровни. Нет. JavaScript чистый. Хорошо поддерживается. Забегая вперед, это разработка Microsoft. Но у нее другая идеология. Она полностью open-source, полностью community. Они только регулируют roadmap, разработку. сами это используют. И сейчас, как бы, community уже туда очень сильно contributed. То есть, есть хорошая документация. Есть roadmap. Есть wiki. Быстро помогают, открывают. Да. И что еще плюс TypeScript. Вы можете ваш существующий код уже сразу проверить. У Microsoft даже была такая статья. Они переписывали свой Azure портал с использованием TypeScript. Иммигрировали существующий JavaScript код. Они нашли там ошибки, которые поправили, которые не могли найти в JavaScript. То есть, сразу с помощью статической типизации они понаходили ошибки. Опечатки в названиях, переменных, невалидные какие-то записи, объявления. То есть, это очень классно. Также я говорил, что я просматривал тулы. ECMAScript 2015. То есть, nameforever ECMAScript 6 или Harmony. То есть, это как стандарт. Чем хорош стандарт ECMAScript? Почему вы должны брать TypeScript? Скажем так. Если уже есть ECMAScript 2015. Очень много фич. Очень классный. Очень хороший. В чем проблема? Взять его и использовать. Основная проблема то, что браузеры не будут завтра его поддерживать. Ну, скажем так. Даже последний B это Dev. На это нужно время. Очень большое время. Даже если браузеры в один день это все выпустят. Есть проблема еще другая и более сложная. Она связана с пользователями. Я думаю, что вы очень прекрасно знаете, что процент пользователей, которые сидят на старых браузерах, очень большой. И мы очень скованы из-за этой проблемы. То, что целым компаниям проапгрейдить ИЕ8 до ИЕ9 хотя бы. Это очень сложно, когда у них там тысяча компьютеров и тому подобное. И такая проблема есть всегда. Вот ECMAScript 5 давно утвердили. Но только недавно мы начали его какую-то совместимость получать во всех браузерах. Это, скажем так, приемлемо для каких-то стартапов, для новых каких-то фреймворков, решений. Но чаще всего в интерпрайсе мы крутимся немножко с другими требованиями и requirement. Поэтому, в принципе, TypeScript выигрывает за счет того, что он поддерживает non-green браузеры. Также проблема в том, что татической типизации в ECMAScript 2015 нет. Ее обещают в 7-м ECMAScript 7. Но посмотрим. До туда еще дойти надо. И, соответственно, тоже должны пройти года, чтобы все поддерживали. CoffeeScript. CoffeeScript очень классный. Мне нравится. Но проблема в том, что это совершенно другой язык. Мне его нужно учить. То, что он компилируется в JavaScript классно. Очень много там каких-то функций, которые как бы синтаксического сахара тоже очень классно. Но это все нужно учить. У него нет статической типизации. И если я хочу переписать существующий JS код на TypeScript, мне нужно реально это переписывать. Сидеть и смотреть. Ага, в TypeScript это делается так. Это делается так. Очень проблема с комьюнити. Что-то найти. Если Stack Overflow помогает, то это хорошо. На сайте очень тяжело. Я не знаю, что у CoffeeScript будет через год, что они хотят сделать и тому подобное. И основная для меня проблема, что они не трекают стандарты, которые есть сейчас в браузере. То есть они пишут свои стандарты. Зачем? Чтобы был 101 стандарт. Также есть Dart. Dart очень классная вещь. Позволяет писать высоко оптимизированный JavaScript код. Но проблема. Dart это тоже другой язык совершенно. У него есть своя виртуальная машина. Очень много у него плюшек для написания хорошего кода. Но это тоже. Нужна виртуальная машина. Промежуточный рантайм. Уметь писать под него правильно. Ну, скажем так, очень много. И свои спецификации тоже. Они свой стандарт видят. Хорошо. Еще раз резюмирую перед тем, как демо. Почему TypeScript? Потому что очень легко начать. Очень легко с него соскочить. Для меня это очень важно. Иногда перейти на какой-то фреймворк не проблема. А вот уйти с него на другой. Чаще всего проблема. То есть мы скованы. Мы заблокированы чаще всего этим фреймворком. И мы вынуждены говорить, что нам плохо. Вот когда-то мы выбрали такой фреймворк и все. И никак уже с него не сойти. Мне нравится, что он хорошо документирован. А мне нравится, что у него есть roadmap. Я могу посмотреть, что будет. Чего мне ожидать. И, в принципе, позволяет не допускать ошибки. За счет его суперсета, статической типизации. Это реально очень мощный инструмент. Ну, я, скажем так, проекты сейчас разрабатываем с помощью TypeScript. И реально я отлавливаю очень много ошибок на этапе компиляции. Ну, человеческие ошибки там. Он не отлавливает, если я складываю лимоны с километрами. Да, семантическую. Но синтаксически он отлично проверяет. То есть количество багов. Я еще не построил такую статистику метрики. Но количество багов гораздо уменьшается. По сравнению с тем, что было раньше. С учетом того, что, в принципе, на JavaScript. Ну, такой неплохой опыт разработки есть. Но, к сожалению, есть немножко всегда проблем. Не то, что это проблемы. На самом деле это, ну, как бы тот же JavaScript, только к нему расширение. Ну, сильно как бы проблемы больше, наверное, относятся к JavaScript, который он не может их решить. Ну, можно так назвать. Да, то есть нужно как бы понимать, да, JavaScript, чтобы писать. Нужно знать некоторые нюансы TypeScript. Да, проблема то, что это нужно как-то компилировать. То есть с TypeScript в JavaScript все равно нужен промежуточный шаг. То есть немножко усложняется. Не так уж это прям сложно, что можно говорить, что противопоставить это плюсам, которые он дает. Но такие вещи есть. То есть он не сразу, знаете, вы не приходите себе в комнату утром и говорите TypeScript. И он вам все фикчит баги, спасает вас просто. Вы начинаете быстрее работать. Нужно тоже немножко привыкать ходить. Некоторые конструкции немножко непривычно удивляют. Я вам их покажу потом. Но... А, еще и да. Для дебага, чтобы дебажить TypeScript, я вам тоже покажу не JavaScript. Нужно использовать source mapping. Но я думаю, что это не проблема. В принципе. И посмотрим. Вот. Но я думаю, что хватит про слайды и тому подобное. Нам хотелось бы уже поговорить про именно демо, как это все выглядит, как это запустить и показать. Вот. Если у вас нет вопросов, то я тогда переключусь к демо. Может быть какие-то появились, чтобы потом к слайдам не возвращаться? У меня на самом деле был один вопрос по поводу типизации. Я понимаю, что ты из .NET, и для тебя это, наверное, как must-have. Мне непонятно в плане, допустим, перформанса. Если TypeScript компилируется в JavaScript, то какие, я не понимаю, бенефитов от типизации? Сейчас мы посмотрим. Это демо покажет. Слайды этого не показывают. Слайды могут показывать всякие классные картинки, но они не покажут вот это, как выглядит для программистов. Вот. Хорошо? Да, окей. Вот, на демо. Вопрос этот помни. Мы, в принципе, с него начнем. Тогда поехали. О, вышло. Смотрите, сразу по поводу демо. Как это можно сделать, ничего не настраивая. Заходим на TypeScript. Мы просто гуглим TypeScript. TypeScript Lang Site Play. Вот. Ничего не настраиваем. Можно зайти в Playground. Это вот та ссылка, по которой я перешел. Давайте что-нибудь возьмем простое. Вот это сразу JavaScript. То есть, слева получается TypeScript, справа JavaScript. Сейчас вам немножко не видно. Вот так вот будет лучше. То есть, вы можете зайти и посмотреть, что он вообще делает. То есть, понимаете, легкость его в вебе. Он сразу вам может транслировать, компилировать с TypeScript в JavaScript. То есть, если что-нибудь там... Ну, это какие-то там фичи, мы об этом будем говорить. Не заморачивайтесь. Но, например, по тому, как себе настроить и поиграться. Просто есть вот такая вот ссылка. Знайте об этом. А я вам буду показывать это все в Visual Studio Code. Но, я просто... Почему в нем? Он кроссплатформенный. Вы можете на Linux, на Mac. Я знаю, что веб, чаще всего, не в Windows разрабатывается. И, в принципе, он кроссплатформенный. Можете поставить, ну, Atom, Brackets, что там есть еще, Sublime. А для них всего есть TypeScript. Тоже на сайте там есть. Вот. И самое главное, что для ноды. То есть, что у меня? У меня установлена нода и у меня установлена... Просто сейчас... Давайте запустим еще один какой-нибудь. Покажу. Command Line. Я просто пишу TypeScript Compiler, да? Аббревиатура. Вот. Версия 1.5.3. Она зареализовалась недавно, абсолютно пару дней назад. Была в бета. Основная ее поддержка это полностью ECMAScript. А шестой основная это поддержка его. То есть, функциональности. Вот. То есть, в принципе, вы можете компилировать. Для того, кто разрабатывает, используя всякие Grund, Gulp, Task Runners. Для вас тоже есть куча плагинов. Они, скажем так, будут ваш TypeScript собирать. А дальше... Это просто в пайплайне лишний шаг. Но это уже все есть. То есть, вам не нужно заморачиваться, как мне это, подключить проект и тому подобное. Для тех, кто в .NET случайно сюда попал в студии, это встроенная поддержка. То есть, во всех популярных редакторах, браузерах... Если мы говорим про JetBrains... JetBrains очень давно поддерживают TypeScript с самого его начала. Там тоже с этим проблем нет. Какие-нибудь IntelliJ IDEA, WebStorm, что-нибудь PHPStorm, такое. Проблем нет. Eclipse тоже. Все это есть. Ну, то есть, куда угодно вы его можете подключить. У вас есть Node.js, у вас есть строка, да, командная. И мы сегодня попробуем это компилировать. Но я для удобства отображения всего буду показывать Visual Studio Code. По одной простой причине, что тут можно два окошка сразу сделать удобно. И будем сразу смотреть. То есть, билдит он, по сути, у меня просто это выглядит как папка. Здесь немножко настроек. Я вам покажу, чтобы вы не думали, что там что-то скрытое. Setting.json это для кода, чтобы font-size всем видели. Может сделаем даже 23, будет лучше. Вот task.json это то, что говорит запускай такую команду в таком-то режиме и все. Индекс это я так сразу связал. И tsconfig это возможная конфигурация, чтобы каждый раз не передавать параметры. Там, если вы видели, есть набор параметров, что да как использовать вот в хелке. И чтобы каждый раз не передавать, вы можете создать у себя tsconfig.json. Что делает Atom, что делает Brackets, они себе используют вот этот файл. То есть, как они подключили себе TypeScript генерацию. Вот, и тогда начнем вообще смотреть, что это у нас такое получается. Я сейчас хотел начать с таких, скажем так, функциональных... Чей мы это можем, я думаю, закрыть? Нам не пригодится. Показать. Все, что я вам буду показывать, на самом деле, это все ECMAScript 2015 ES6. Вы не увидите каких-то там суперских вещей, там что супер функция, там TypeScript, SuperFunction и она прямо превращается в какой-то код или что-то делает. Нет, я буду вам писать, ну, на ECMAScript 6. Вот, ну, вы это увидите. Давайте, например, начнем уже демо делать. Хотелось поговорить, что первое мне нравится, это такие лямбда выражения, это вот эти стрелочные функции, ArrowFunction, да, например, перенесем сетингов сюда. Я создаю папку, да, в фолдере давайте создадим новый файл. Назовем его, например, TS. TS это расширение, то что это TypeScript. Вот, ну, и, в принципе, давайте писать. Пишем, например, X, да, то есть, ну, тут как бы JavaScript, ничего нового нету. Ну, то есть, вы не видите, что тут какое-то там, как объявить массив и тому подобное. Вот, есть у нас X. Видите, я начинаю писать, а он мне сразу подсветку выдает с описанием. Это благодаря TypeScript? Он говорит, ага, я знаю, что это array, да, то есть я вам говорил про типизацию, то есть я могу на самом деле указать тип, да, что это array. И сказать, что это number. Вот, ничего не поменялось, да. Давайте, допустим, посмотрим, что это получится. Я нажимаю build, и у меня появился файлик .js. Он мне просто его сбилдил, то есть я запустил ранее. Давайте я его открою вам и покажу. Видите, ну, справа JavaScript, слева TypeScript. Вот так будем придерживаться. А на вопрос по поводу типизации, да, как я могу определить, да, как мы обычно пишем. Ну, вот так вот мы записываем, да. Я нажимаю build всегда, чтобы сразу отобразилось. Мы пишем x, да. Что такое x будет, мы придумаем потом. Как обычно мы разрабатываем в JavaScript. Давай-ка x, это будет у нас массив int. Да? Хорошо. Не проблема, так мы можем объявить. Это в JavaScript. В TypeScript я хочу, чтобы x это был всегда набор строк. Я пишу, что это строка. Вот. Видите такую отсветку? Он мне говорит ошибка. Ты, говорит, хочешь массиву строк присвоить, массив целочисленных типов. Вот она типизация. И когда она работает? Она работает на этапе компиляции. Вот. У меня показал error. Он просто показывает ошибки, парсит их из command line. То, что набрал, возвращает TSC, компилятор. Он мне показывает, говорит, ты не можешь строком назначить числа. Вот оно что. Это на этапе компиляции происходит. То есть, но код компилируется, видите. Он его компилирует, но он говорит. Мы, конечно, можем настроить, что не компилируй код, там, ругайся. Но JavaScript до сих пор валидный на самом деле. Но без разницы то, что мы там определили. Это именно для нас, для разработчиков. То есть, так же самое я могу объявить переменную, например, там, строка, да, и написать, что это будет строка. Вот. И так же потом в строке я пытаюсь присвоить число. Он мне тоже скажет. Я пытаюсь билдить, он мне скажет там, да. Он мне как бы его билдит, но он мне говорит, что, слушай, а зачем ты строке, да, пытаясь number назначить. Вот. И вот эти все ошибки позволяют, ну, разобраться. То ли я по ошибке это сделал, то ли тип неправильный, то ли еще что-то. Очень часто бывает, мы используем переменную, одну и ту же переменную. Например, там сначала храним массив, потом строку храним, потом число храним. Очень классно. Я понимаю, что переменные, как бы, не надо три заводить переменной. Но потом, когда начинаешь дебажить, или в метод вам приходит эта переменная, в одних случаях это приходит строка, потом массив, и начинается. Если это array делать то, если это строка делать то, а если тип число делать то, для меня это была проблема лагать. Я лучше заведу переменную, пусть она будет того типа. Вот. Я ответил на вопрос про то, что такое типизация? Как она работает? В общем, да. Ну, я имел ввиду, что полноценных плюшек от типизации здесь, ну, в итоге нету. Просто потому, что после компиляции мы получаем такой же JavaScript. Да, так это и хорошо. JavaScript будет выполнять браузер, а мы работаем с TypeScript, и когда девелопер придет, и он будет спрашивать, а что же мне передать функцию? И там будет функция написан точно тип. Какой? Четко. То есть, например, если мы возьмем... Что-нибудь тут есть? Да. Вот есть функция. И мы в эту функцию хотим получать строку всегда. Мы не хотим сюда массив получать. Вот. И, соответственно, как бы, если я здесь напишу... Ага, вот я создаю там вот функцию, да, и такое пишу. Ага, что ж мне надо сюда передать? Давай-ка я передам массив. Съешь массив, и разработчик уже получит ошибку. Он будет знать, что мой метод принимает строку. То, что это валидный JavaScript, ну, как бы, да, но ошибки. То есть, он позволяет отлавливать ошибки, что, например, я жду от вас всегда строку, а вы мне пихаете числа, массивы и тому подобное. Вот такая вот идея. То есть, ну, как бы, он остается. Но, хорошо, вот у нас есть такой код. Мы, например, все равно, как бы, TypeScript, да, не должен нам командовать. Мы хотим сюда присваивать строки, мы хотим числа. Мы командуем, а не он нами. Хорошо. Тогда мы просто можем убрать тип, и у нас все работает. Да? Или просто написать Any. Пожалуйста. Ну и дальше продолжайте. То есть, чаще всего такое бывает, что вы поняли, что у вас в свече одной и той же переменной присваивается строка, массив, булл, какой-то еще тому подобное. И вы думаете, блин, ну, это долго правит, пока работает и хватит, я напишу это Any. Или просто ничего не буду писать. Он тоже это поймет. Например, если вы пишете здесь 5, он поймет, что строка это целочисленный тип. То есть, он автоматом это понимает. Вот какая идея. То есть, оно проверяется на этапе компиляции и, скажем так, дает нам возможность проверять себя. То есть, что мы передаем, с чем мы работаем в этом плане. Вот. Ну, возвращаясь к примеру, да. То есть, у меня есть синтаксис. Я, например, пишу. И сюда надо, например, передать какую-то функцию. Да, помните там, как оно анонимное пишется там функция, да. И что-то там нужно с... Ага. В map. Оно просит x, по-моему. И потом можно там написать, например, какой-нибудь уже вывод там. С умножить на x, да. Вот такая вот. Соберем, да. Видите? Все тот же JavaScript. Валерийный. Что там, что там. Я вам говорил про стрелочные функции. Чем они хороши, да. Давайте вот напишу теперь то же самое. Это с... В функции, которые... Arrow, да. Это ECMAScript 6. Заходите. ECMAScript 2015. Arrow function. Основная ее идея то, что сохраняется контекст this сверху. То есть нельзя изменить контекст. Я вам сейчас это покажу. И заодно ключевое слово let, которое мне очень понравилось. Для меня это тоже была основная проблема. Что своеобразная работа с переменами и их скопы приводит очень часто к ошибкам. Причем даже у зрелых JavaScript разработчиков. Теперь магия. Мы пишем вот такую вот стрелочку. Параметр. Который принимаем. И дальше уже как обычно пишем. Log. То же самое. Скомпилируем. Посмотрим. Вау. Все то же самое. Да. Только какой плюс то, что здесь будет замыкание контекста. То есть дальше мы это посмотрим. Он просто будет сохранять, как мы раньше писали. Вот, например, какие-то обработчики, jQuery и тому подобное. С чего наша начиналась функция? Мы писали self равно this. Потом здесь идет наша функция. И функции мы используем не this, потому что он переопределен, а self. Это уже не надо. В ECMAScript 2015 используйте эти функции. Но справа видите, вы уже можете сейчас писать на ECMAScript. А он сделает всю грязную работу за вас. Что такое LED? Да. LED это перемена. Это тоже ECMAScript 2015. Просто. Что обычно мы пишем. Например, и там равно 10 где-то у нас в коде. Потом проходит куча строк. Ага, надо в цикле обойтись. Мы пишем for. Да. И. И. Что там? Ну. И. Так вот. Пишем. Красно. Потом где-то помним. Ага. И у нас мы объявляли десятку. Другой программист пишет там. Вывести и. Да. И здесь тоже. Мы дебажим. Пишем. Вывести и. И. Кто-то помнит какая проблема будет? Что нельзя в цикле использовать. Что ее значение изменится. Потому что и одна будет. Та же. Webmascript 2005. Ой. В пятом. Извиняюсь. Вот. Потому что это будет одна все переменная. Они всплывут вверх. И тому подобное. И соответственно чаще всего мы получали то что хотели. На это приходит. Такое ключевое слово. Лет. Который. Область видимости. Определяет только в скопе for. Не функции. А только for. Вот. Это очень классно. Это страхует вас от ошибок. Хорошо. Тогда. Чтобы меньше. Это валидно. ECMAScript 2015. Да. Чтобы со скопом. Но мы же компилируем в ECMAScript. Пятый. Чтобы было в старых браузерах. То есть. TypeScript. Вам создаст новую переменную. И один. И не тронет контекст. То есть. Вы уже пишите. Уменьшая свои ошибки. Пишите с использованием синтаксиса ECMAScript 2015. Все тот же JavaScript. Просто используйте. Ключевые слова. И новые возможности. То есть. По сути. Я пишу на JavaScript. Не было ничего там. Сверх естественного. Такого. Вот. Хорошо. То есть. Вот. Как пример. И еще разобраться. Так же. Что мне очень понравилось. Я это. Уберу все. Создадим. Какую-то новую папочку. Давайте там. Просто поэкспериментируем. Еще. То есть. Поговорим о том. Что бы хотелось. Писать. Что мне нравится. Что я уже пишу в проектах. То есть. Это упрощает мой код. Который я пишу на TypeScript. То что кенерится JavaScript. Остается все тот же ECMAScript 5. Но. Оно мне. Позволяет. Скажем так. Упрощать запись. Что мне понравилось. Есть. Давайте этот файлик создадим. Все веду к тому. Что начинаете использовать ECMAScript 2015. Уже сейчас. Вот. Вам пожалуйста. Для этого есть TypeScript. Есть такая штука. Спред оператор. Это. Когда. Можно передавать кучу параметров. То есть. Мы не ограничиваем. Функцию. Давайте я вам сейчас. Это покажу. То есть. Это какая-то функция. Давайте. Пусть она будет. Дров. Текст. Вот. И туда передаем. Ну. Мы хотим писать. Например. Какой-то текст. Мы хотим туда. Чтобы X был. Например. Точки. Да. Где писать его. Y. Тоже это точка. Вот. А потом хотим выводить туда текст. Обычно мы пишем. Так вот. Да. Какую-то переменную. Да. Там. Текст. И все. То есть. И тогда это мы начинаем склеивать. Скажем так. Эти строки. Потом еще. Куча функций. Иногда нам нужно передать. Какое-то количество параметров. Которые мы не знаем. Сколько их будет. Для этого. В Экманскрипт 2015. Тут кстати. Ошибка. Когда точек набираешь. Он с этой подсветкой синтаксиса. Вот. Есть такой оператор. При точке. И потом мы ему передаем. Параметр. Ну. Вот так вот это в Экманскрипте. 2015 валидно. Но я хочу задать тип. Что это будет набор строк. И здесь соответственно уже какая-нибудь реализация. Функция. Функция. Давайте. Как мы можем вызывать эту функцию. Мы можем вызывать эту функцию. Да. И что. Мы должны ей передать набор. Да. Месяч. Нарисуем не здесь. И я хочу чтобы ты вывела мне. У меня одна строка. Hello. Хорошо. Работает. А если я хочу передать. Hello. Например. Да. Мне не нужно перестать перегрузки. Что куча параметров. Или. Переходить с незащищенного режима. И партий. Парсить arms. И тому подобное. Да. Чтобы этих ошибок. И не писать этот код. Я не хочу. Я хочу писать проще. Код. Тогда давайте. Я скопирую. И например. Хочу написать. Hello. Все. Оно. Как бы. Все так же работает. Оно все вызывается. Давайте скомпилируем ее. Вот. И посмотрим что получилось. Вот. То есть. Вот. То что. Мы пишем код. Когда нам нужно какое-то количество параметров. Неопределенное. Да. Мы можем парсить arguments. Получить. И про них проходиться. Вот. Вот. Этот код пишется за вас. То есть. Вы используете экмоскрипт 2015. А этот код генерируется вам. В экмоскрипт 5. Очень классно. Я считаю. Вот. Давайте еще поговорим. Что такого есть супер классного. Например. Темплейты. Для строк. Мне очень это нравится. Потому что иногда нужно склеивать. Очень много строк. И как мы обычно пишем. Например. Пишем там какая-то строка. И она равна там. Ну. Давайте пишем сразу объект. какой-нибудь. Пусть это будет. Пусть это будет. Какой-нибудь. У него будет. Пусть у него будет. Awesome. Custom. Карт. Заказ. На. Что-нибудь. Давайте подумаем. 7. Заказов. Что может заказать. А давайте. Чая. Хочется. Вот. Давайте закажем. Чая. И. Какой-нибудь. Напишем. Там. Там. Юнит. За единицу. Пусть это будет. 42. Чего-то. Вот. И нам нужно показать. Сообщение. Какое-нибудь. Что мы обычно пишем. Мы пишем. Message. Там. И начинаем. Там. Давайте. Flow. Плюс. Pustomer. На. Видите. Кстати. Классно. Да. Вот. Так. Очень классно писать. Но. Если честно. Мне всегда интересно. Нравится. Темплейты. В ECMAScript 2015. Нам принес. Эти темплейты. Записываются. Они. Примерно. Так. Помните. Там. Была. У нас. Дабл. Кавычки. Сейчас. Появились. Еще. Одни. Кавычки. Они находятся. В левом верхнем углу. Под кнопочкой. Скип. Клавиатуры. Там. Тильда. Тильда. Она. Такая. Кавычка. Есть. Не знаю. Может быть. Там. На. Маке. Где-то. Другие. Раскладки. На. Виндовс. Она. Есть. Там. Сверху. Таб. Прямо. Следующая. Единичка. Этап. Окружает. Но. С помощью этого. Я могу писать. Hello. И. Вот. Она. Начинается. Магия. Я здесь пишу. Кастомер. Видите. У меня есть подсветка синтаксиса. Это благодаря TypeScript. Кастомер. Name. Да. И. Например. Я ему сделаю предложение. Вон. To. Buy. Да. И здесь. Опять. Да. Пишем. Доллар. Почки. И. Например. Мы хотим написать. Cart. Amount. Все. Очень удобно. Кстати. Я генерирую иногда. Когда нужно HTML сгенерировать. У меня всегда там была проблема. С двойными кавычками. Если я объявляю строку. Как literal. Двойными кавычками. Я потом пишу везде. Одинарные. Это валидный HTML. Или наоборот. Но иногда мне тупо не хватает кавычек. Вот. Я очень обрадовался. Когда появились еще одни кавычки. Вот. Возможно что это дело неправильно. Но иногда такие приходится. Приходится решать. Давайте скомпилируем. А что. Но. Компилируем. Супер. Да. Но. Кода нам писать меньше. Почему я вот это все рассказываю. Вы скажете. Ну хорошо. Пиши на ECMAScript 5. Но. Я не хочу. Я хочу использовать новые фичи. Которые облегчают мне жизнь. Когда все браузеры станут через два года ECMAScript 6. 2015 compatible. Все станут в Dream Browser. Я просто в настройках. Как я вам говорил. Зайду. И включу здесь ECMAScript 6. И он мне будет не перегенерировать саппорт. И он будет писать как нужно. Вот. Это что по строкам интересного. Есть какие-нибудь вопросы? Может быть я вас уже утомил этими демо. Давайте немножко обратную связь поддержим. Какие-нибудь есть вопросы? Давай больше демо. Хорошо. Я показал вам фишки ECMAScript 2015. Я их и продолжу показывать. Потому что на самом деле они спасают жизнь. И они реально удобны. все. Но это не все. На самом деле если вы зайдете на ECMAScript, ну стандарт его 15, то там очень много спецификаций. Если смотреть. Ага. Вот оно по-моему. Есть где-то у него тут сайт. Тут описание есть. Да. Вот их очень много. Вот лет конст есть. Ну тому подобное. То есть они почти все поддерживаются в TypeScript. То есть он может с них генерировать. Очень классно. То есть. Ну единственное что promises. Ну там это я сразу вам скажу. Может быть у кого-то вопросы появятся. Promises нет. Promises там сложнее. Хорошо. Давайте тогда если больше демо из интересного и объектно ориентированного программирования. мне хотелось. Потому что организация модулей на самом деле это. Ну я говорил. Для меня это проблема. Как что организовывать и тому подобное. Можно использовать наследование. В ECMAScript все пишут через прототипы. Все говорят что это сложно. Ужасно. Забывают писать. Наследование сложно. Давайте не будем. JavaScript не создан для того чтобы быть OOP и тому подобное. Поэтому. Вот. Начинайте уже сейчас писать простые. Давайте что-нибудь напишем с вами. Давайте. Опять не там создал. Ну давайте назовем OOP. Мне нравится что можно быстро перемещать. Давайте создадим какой-нибудь класс. Класс. Наверное я буду. Капитан. Shape. Класс. 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 Ключевое слово. Ключевое слово в ECMAScript 2015. Уже есть. Пожалуйста пишите классы. Не пишите там прототипы функции. Если есть возможность писать уже так. Давайте его объявим. Что такое класс. Класс. Что у нас будет. У нас будет private. Видите модификаторы есть. Классно. ID по строкам. Потом я хочу чтобы у него было какое-нибудь X и Y координаты например. Очень это позволяет чтобы не объяснять человеку что нужно передать его функцию. Не генерировать кучу комментариев. Что передавай сюда строку. Тогда получится это. Передавай сюда jQuery. Элемент. Получится вот это. Ну и тому подобное. И хочу чтобы здесь был тоже нам. А класс. Хороший класс должен всегда содержать конструктор. Пожалуйста. Вот нам конструктор. Что вы хотите чтобы конструктор принимал. Да. Скорее всего нам нужно принимать. Какой-то ID. Какой-то X. Какой-то Y. Да. И должно быть что. Присваиваться ID. Должно присваиваться ID. И давайте напишем какой-нибудь метод. move. Который будет делать. Сохранять состояние Y на Y. Хорошо. Ну и давайте здесь и туда. Вызовем. sys move. Я хочу вызвать usy. Что у нас получится. Допустим. Вот. Вот. Пожалуйста вам. Пункция. Да. То что мы пишем про Tatae. Все классно. Все расширяется. Отлично. Что может. Вот видите. Уже провали кстати. Вот эти private. Private это только для нас. Когда мы будем это использовать. Мы не сможем получить. Он нам рубнется. Скажет. Это поле private. Пожалуйста. Туда не лезь. Хотя в JavaScript. Такого нет. Лезь куда хочешь. Хорошо. Это у нас получилось. То есть. Я вот видите. Назначаю ID ID. Мне вот эта запись никогда не нравилась. Что я объявляю. Это поле. Потом через конструкцию. Что C Sharp. Тоже мне нравится. Если честно. Вот. Как это упростить. TypeScript приходит на помощь. Я пишу это здесь. Давайте посмотрим код. Я его скомпилировал. Там он крутит в связи. Вот. Он мне сразу ID создал и ему присвоил. То есть. Например. Я могу здесь написать еще. Set. Ой. Set. Ага. Вот она закралась. Мне так нравится. Когда у меня есть подсветка сразу и всему подобное. Видите. Он мне создал Z и сразу ее присвоил. То есть. Он в этом классе. Этой функции. Конструктор. Да. Создал объект и его расширил. Ну. Классно же. Мне нравится. Короткая запись. Это хорошо. Вот. Но. Вообще. Я хотел да. Поговорить про то. Наследование. Давайте тогда создадим какой-нибудь еще файл. Что у нас есть. Ой. Yes. Теперь основная как бы идея то что нам нужно подключить вот этот shape наш TS. Сейчас еще с этим борется. Нужно указать к сожалению референс. Вот так вот. Чтобы TypeScript понял. Но обещали очень быстро это исправить. То есть я здесь указываю как в комментариях. Reference. Path. И здесь пишу что мне нужно подключить. Файл. Ай. Shape. TS. По-моему так. Сейчас посмотрим. Отлично. Попробую сегодня. Что он там. Поругается или нет. Ну. Ага. Я забыл же этот тег закрывающий походу поставил. Да. Вот. Мне это непривычно. В принципе. Но они с этим поборются что это уже не нужно. Он будет сканировать все что ему как бы нужно в директории. Это в проекте. Вот. И давайте теперь напишем какой-нибудь класс. Который у нас будет крупно. Что он должен делать. Он должен extendиться. Да. То есть есть такое ключевое слово extends. Это ECMAScript 2015 стандарт. Никто ничего не придумал свое слово. И здесь нам надо вызвать конструктор. 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 Давайте попробуем сбилдить. Говорит ошибка. Конструктор. Нужно вызывать всегда базовый конструктор. Хорошо. Давайте вызовем базовый конструктор. Что требуется в базовый конструктор. Вопрос про типизацию был. Вот тут у меня Any. Давайте это исправим. Я хочу чтобы ID была строка. X number. Чтоб я точно знал. Ну не я. Я то знаю. Я написал этот класс. А вот вы начали использовать мой класс. Супер. Хорошо. Что туда передать. Пишем. Что туда надо передать. Ага. ID строка. X number. У меня уже нет проблем с чем передавать. Хорошо. Давайте сделаем конструктор. Здесь будет нам приходить. ID. Да. Даже можно не определять. Мы там это сохранили. ID. X. Что нам нужно. Y. И какой-нибудь радиус. Да. Вот точно. Спасибо. Я вспомнил. Что нужно нам для этого. Официально. Радиус. Давайте его сделаем. Какой-то паблик. Чтобы возможно его кто-то захочет использовать. Ну и здесь вызвать легко. ID. X. Y. Бам. Сейчас попробую сбилить. Оно собралось. Так. Откроем. Черкл. Черкл. Джеркл. Кода много. Но если честно мы этот код пишем. Вот. Правда. Я вот писал вот этот код. Вот. Ну то есть чтобы extend. Ну и все как бы держат его где-то в сниппетах или то. Ой. Наследование. Я знаю что надо. Надо написать такую. Или есть там jQuery там и тому подобное. Extend там. Ну. Разные подходы. Но делают одно тоже. Вот. Ну. Кто-то иногда забывает прототайп определить и тому подобное. Вот. За вас это генерирует. Запись чистая. Левая и правая. Да. Правая то что мы пишем. Ну. Может быть более читабельно. Но на самом деле по поводу читабельности. Когда я с CoffeeScript пробовал JavaScript генерировать. Я его не мог читать. А вот этот я могу читать. Я могу его дебажить. Ну. Вот если честно. Я не знаю как вы. Но. Для меня он понятный. Ну. Может то что я привык не знаю. Ну. Может то что я так пишу коряво. Вот. Но. Он есть. Хорошо. Помните я вам говорил по поводу организации. Иногда мы не хотим засорять namespace. Очень не хотим. Пожалуйста. Есть модуль. Кучевое слово модуль. Это ваш namespace. Давайте напишем. Ничего не приходит в голову. Кроме object oriented. Что то застрял с OOP. Вот. И перенесем туда класс. Давайте посмотрим что это нам сгенерируется. валидно. Я переключаю shape gs. Все пока валидно. Вот появился namespace. Ну. Это как бы хорошо. А если я хочу сложный namespace. Пожалуйста. Вам больше не нужно такие штуки самим писать. Тут больше понятно. Вот какая то там есть. Выровнять код. Пожалуйста. Хорошо. А. Ну. Кто обратит внимание. Кто уже моченый javascript разработчик. Увидит что здесь immediately invoked function expression. И все останется в этом скопе. Беда. Что делать. Да. Это хорошо. Мы не засоряем пространство. И иногда нам нужно что то экспортировать куда то. Для этого тоже приходит на помощь ключевое слово. Экспорт. Перегенерируем. Раз. Появилась какая то строка. Да. Который наш namespace oriented. Уже расширит с помощью shape. Как это использовать. Идем в circle ts. Ой. Не туда пошел. Он должен идти здесь. Да. А здесь я буду вам показывать javascript. Здесь мы тоже можем написать наш модуль. Object. 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 Парень. Имидж превью это на чем чем. Вот. Перенесем сюда. Нету другим дроба. Да. Аня. Это значит правда? Он выдаст. Circle. Завес. Вот. То есть namespace. Все. Если бы у меня этого не было модуля то я бы не мог обратиться к шейпу просто так мне нужно было писать. Пожалуйста там. Да. Oriented. Oriented. Ой. Неправильно. Oriented. Shape. Это не лучший вариант писать. Потому что видите он еще на него ругается. Думает что это объект. Нет. Видите ошибка. Да. То есть так namespace лучше не называть. Я не знаю что это ошибка моя или компилятора. Но похоже что он его все равно не нашел. Вот. Хотя вызовет правильно. Я думаю сработает. Но это уже я с названием. Я не знаю как поведет. Но я надеюсь вы так не называете. Хорошо. Смотрите. Это все классно. Но еще есть такая штука как интерфейсы. Интерфейсы они вообще не компилируются с TypeScript и интерфейсов нет в Эклоскрипте. Это для нашего удобства. Например если мы хотим вот это все передавать. Икс игре какой нибудь там. Шейп дискрипшн. Не нужно описывать класс или тому подобное. Мы можем описать интерфейс. Ай шейп. Какой нибудь. Проб. Сюда. И здесь указать что. Буду там. Давайте я напишу. Это будет. Айти стринг. Айти стринг. Будет. Икс. Намбер. Готово. И. Потом мне чтобы передать сюда. Скажем так. Его описание. Мне достаточного объекта. Какого-то. Пропс. Типа. Ай шейп. Пропс. И потом. Я здесь уже соответственно. буду. Вызывать. Свой. Пропс. И. У меня опять. Есть. Подсветка синтаксиса. Очень нравится. Я знаю точно. А не все что попало туда. Можно к этому объекту. Особенно. когда кто-то любит. Обжекты расширять. Это вообще ужас. Вот. То есть. Есть. Интерфейс. И. Пожалуйста. Интерфейс. Вообще. Никак. Не генерируется. код. И. Часто. Когда мы организация. В модуле. Ай. Нет. Драгон дропа. Так непривычно. Но сырая еще. Ну. И. Тут. Неймспейс. Что там. У нас. Собирается. Вот. То есть. Интерфейс. Вообще. Никак. Не попадает. Вот. В принципе. Что. Можно. использовать. Интерфейсов. Единственное. Еще. В модуле. Знаете. Что. Я покажу. Наверное. Я уже. У вас. Немножко. Утомил. Про модули. Помните. Я говорил. AMD. CommonJS. И. Тому. Подобно. Это. Тоже. Скажем. Так. Модуль. И. Какой. Выбрать. Давайте. Например. Выберем. AMD. Модуль. Это. Тоже. Скажем. Так. Возможность. Экмоскрипта. 2015. Модуля. Делать. Но. Экмоскрипте. Пятом. Мы ее реализуем. С помощью. CommonJS. Если сервер. Сайт. Node.js. Разрабатываем. Или. Например. Для. Client. Сайта. Чаще всего. Asynchronous. Модуль. Давайте. Создать. Модуль. 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 Новый файл. Самое простое. Что приходит. Наверное. Часто его видел. JS. Всегда. Хочет записать. TS. Я хочу. Модуль. Я хочу. Помните. Я вам про экспорт рассказывал. Вот. Примерно. Так выглядит. Функция. Экспорт. Функция. Что же за функция. Постая сумма. Не будем. Это будет. Икс. Это будет. Икс. Что должна делать. Функция. Должна. Складывать. Икс. Плюс. Игрик. Да. Ну. Строки. Можно. Тоже сложить. Не проблема. Но. Я хочу. Чтобы. Люди. Кто будет. Использовать. Модуль. Использовали. Его правильно. Икс. Игрик. Кстати. Так же. В функции. Можно написать. Возвращаемое значение. Но. Он прекрасно поймет. Компилятор. Ну. Тайп скрипт. Что. Ну. Понятно. Если вы два набора складываете. Я могу сказать. Какой тип будет. Точно не строка. Вот. Хорошо. Ну. Давайте еще. Чаще всего. Сесть. Какие-то. Константы. И. Это. 3.14. 3.15. В общем. Сколько помню. Если что. Это не так важно. И. Это. Вот. Модуль. Так же. У нас. Что. Еще. Может быть. Какой-нибудь. ТС. Будет вызывать. Наши. Модули. Здесь. Вот. Начинается. Вот. Это. Магия. Это. Ключевое слово. Майкмастер 2015. Импортируй мне. Пожалуйста. Все. Я сейчас. Не буду описывать. Синтаксис. Вот. Этот. Вы можете. Почитать. Импортирую. Все. Название. Как мы назовем. Этот модуль. Маз. В. From. Он. Получается. У нас. Лежит. В. В. Нашей. Папочки. Напишем. С. И. Здесь. Напишем. Просто. Консоль. Лог. Ну. Я. Вообще. Вам. Не показывал. Браузер. Я. Просто. Показываю. Жава скрипт. Не. Проблема. Чтобы. Сделать. Давайте. Сделаем. 2. Импорт. Посвящиться. Маз. Потом. Что у него есть. Ага. У него есть. Сум. Супер. У него есть. Пи. Еще раз. Пожалуйста. Маз. И. То есть. Я не лезу в модуль. Я не смотрю. У меня есть посредка синтаксиса. Это же очень классно. Маз. Что. Давайте. Нам. Посмотрим. Что. Сгенерировалось. Нам. Вот. Это. My. Джесс. Модуль. Модуль. Знаком. С. Модуль. 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 Кто разрабатывает на TypeScript. Они идут. Ага. Он не подхватил. У нас был. AMD. Включен. Сейчас. Посмотрим. С настройками. Он. По дефолту. Это. В common.js. Завернул. Походу. Он. Просто. Не. Подхватил. Конфиг. Ага. Я. В сеттингах. Запустил. С параметрами. Для того. Чтобы показывать файлы. Я вам. С сожалению. Запускал. Вот так вот. Файл. Я покажу. Как это делали. С командной строки. Он. Не подхватывает. Тест. Конфиг. Джейсон. То есть. Это. Я закомментирую. Это просто. Для удобства. Не думайте. Что я где-то вас обманываю. Давайте еще раз попробуем. Ошибок мало. Посмотрим. Что нам создал. Вот он. Да. То есть. Ему. Передались параметры. То есть. Если бы я писал. Там. ТФК. Пожалуйста. Для. Файла. Ап. ТС. Сделай мне. Модуль. АМД. Вот. То что. А до этого я просто. Вызывал его. Используя. Ну. Видели. Я разные файлы. С разными именами. Разные папки. И компилировал в одном. То есть. Вот. Это была основная. Как бы. Проблема. Я. Заменил там. На. Файл. Вызор. А здесь. Сейчас. Вот. Получилось. что мы описали с помощью. АМТ модуля. Вот. Ну. Довольно круто. А то что я хотел показать. Маги. Common. Джесс. Хорошо. Для меня. Только. Перебилдить. Проект. И. Смотрим. Что получилось. Маги. Это. Вот. Маги. Джесс. Вот. Пожалуйста. Он стал теперь. В рамках. Common. Джесс. Через. Экспорт. Ну. Довольно. Классно. Вы можете. Быстро. Этим управлять. Только. Переключая. Перебилдить. Проект. Вот. Какие-нибудь. Вопросы. Еще. Пока. у вас будут вопросы. Я. Сейчас. Запущу. Подебажем что-нибудь. Ну. Покажу. Что. Дебажить. А не нужно. Потом. Этот. Джаваскрит. Будет. Разбирать. Пока. Вопросы. Может быть. Какие-то есть. Я уже ничего не буду. Такого. Суперского. Писать. Поэтому. С радостью. Вопросы. Во-первых. Спасибо. За доклад. Действительно. Скажи. А вот. Здесь. Ты. Используешь. Идешку. Visual Studio Code. А. Какие. Вот. Ну. Тут. Нетовски. Еще. Идешки. Поддерживает его. Где можно еще использовать. Может. Какие-то. Экстеншены. Есть. Вот. То. Что. Это. Майкрософт. Для нас. Это дает. Плюс. Что. У нас. Сразу. В студию. Это. 2015. Вообще. скачил. Майкрософта. Но. Мне это. Реально нравится. Что. Он. есть. Какие-нибудь. У нас. Загружается. Может быть. На что еще. Получится. Ответить. Нет. Да. Продолжим. Может. Появится. Сейчас. Что-нибудь. Давайте. Подображим. Достаточно. Будет. Так. И. Давайте. Переключусь. На. Запуск. Пусть. Это. Будет. Файл. Пусть. Он. Не. Генерирует. Я хочу. Это. С командной. Строки. Сделать. Что. Она. Работает. Давайте. Этот. Можно. Ставить. Хорошо. Скомпилирует. Собрал скрипт. Какой-нибудь. Полезный. Айти. И. Сюда. Что-нибудь. Присвоим. Ну. Ничего. Такого. Не. Приходит. Что. Можно. Сделать. Подопажить. Ну. Конструктор. Будет. Окей. Давайте. Вызовем. Что-нибудь. Сюда. Опишем. Как. Что-нибудь. Случайное. Ага. Он. Всегда. Просит. Перед. Указывайте. Явно. Не забывайте. This. Не показать. Arrow function. Помните. Я вам. Рассказывал. Что. Он. Сам. Замкнет. И. Потом. Здесь. Уже. Будет. Использовать. Одни. Сюда. Какой. Контекст. Мы. Передадим. Вот. Так. Что. У нас. Здесь. Какой. Назвался. Дебак. Я назвал. Немножко. По-другому. Я. Теперь. Хочу. Запустить. По-моему. Так. Делать. И. Ага. Вот. Оно. Открылось. В браузере. Давайте. Откроем. DevTools. Все. Ради чего. Начиналось. Да. Вот. Мы. Вижу. Ага. Дебак. Надо. Конечно. Поправить. Называется. Оно. Так. И. Требует. Оно. Сюда. 10. Давайте. Посмотрим. Сурсы. По крайней мере. Выводит. 10. Вот. JavaScript. Кто. Хочет. Такой. JavaScript. Никто. Не. Хочет. Поэтому. Попросим. TypeScript. Сгенерить. App. TS. Да. Но. Еще. Чтобы. Он. Нам. построил. Map. Появилась. Сорс. Мапа. И. Обновляем. Появилась. А. ТС. Ставим. Breakpoint. Run. Ага. Run. Никто не запускает. Супер. Да. Ну. В конструктор то мы попадем. Раз. Мы. Breakpoint. Супер. Давайте. Уже сделаем до конца. И здесь. Хорошо. Перекомпилируем. Пожалуйста. TypeScript. Демо. Уберем отсюда. Поставим здесь. Breakpoint. F8. Перезапускаем. Все. Ну. Мы в TypeScript. Видите. Никакого JavaScript. Можно смотреть. Значения. Ну. Довольно классно. То есть. Ну. Дебажить можно без проблем. С помощью source map. Очень круто. И. У меня как раз открылась. Студия. Это. Сайт. Мой персональный. Где я балуюсь с технологиями. Он написан. Скажем так. Всегда с последними. В Visual Studio есть вообще такая штука. То есть. Он мне получается. Я здесь пишу TypeScript. Да. А он мне справа показывает. Сразу. Что это будет JS. Как я в коде. Но мне ничего не надо запускать. Я. Например. Здесь. Удаляю эту строчку. Давайте. Здесь я найдем. Вот она. Да. Вот. Я здесь. Удаляю. Строчку. Ну. То есть. Студии. Полная поддержка. Есть. Пожалуйста. То есть. Они у меня. Вот. Как TS. Здесь. Они подключаются. В бандлы. И. Тому подобное. То есть. Для студии. Полноценная поддержка. Я ответил на вопрос. Да. Да. Спасибо. Какие-нибудь. Еще вопросы. Скажи. А. В бандлы. Подключается. У нас. Уже. Вот. Версия. Которая. В. Старом. Джейсе. Или. Вот. Хорошо. Вопрос. Хороший. На самом деле. Я искал. Долго. Как это сделать. Проще. Потому. Что. Немножко. С этим. Проблема. Я подключаю. Я. Покажу. Что. Я. Подключаю. Джиэски. Я. Подключаю. Где-гидидидидид. Какие-нибудь. Тут. Я подключаю. Джиэски. А. На самом деле. Для. Есть. Бандл. Трансформер. Там можно напрямую TS-ки подключать, но я не вижу в этом смысле. У меня есть build-step, когда все TS-ки перегнать в JS-ки. И все. Просто, ну, JS-ки у меня есть всегда. Они просто, ну, не видно в проекте. Но если я открою, например, models, open, folder and file explorer, вы пока не видите, а вот он. Видите, у меня здесь map, JS-ки и все прочее. То есть весь мусор. Когда я делаю clean, то есть у меня полностью это интегрировано со студией. Не только у меня, это у любого будет. Я делаю clean, он мне все удаляет. Я делаю build. Он мне build-ит, все проверяет, берет, все ли у тебя хорошо. Бам, создал. Все. То есть у меня всегда происходит build перед деплоем, поэтому JS-ки у меня будут всегда. И bundles их подхватят. Вот, также TypeScript можно настраивать. Убираем мне все конфиги. Ой, конфиги, я извиняюсь, комментарии и тому подобное. То есть очень удобная штука. Ну, на самом деле, мне она понравилась. Легкий уровень вхождения. И, если что, я всегда с нее могу легко соскочить. Потому что я уберу все TS, оставлю JS-ки. Я эти JS-ки, ну, честно, могу поддерживать. Для меня это не проблема. Я здесь понимаю, да, я бы, может быть, переписал это на self. Но я видел такие записи. Я видел такой код. Я не знаю, генерен он с TypeScript или нет. Вот, ну, а если вы еще, скажем так, как веб-разработчики, которые работают очень много с client-сайдом, не убедились, что TypeScript хорошая штука, но верите, например, крупным компаниям и разработкам фреймворков, как AngularJS, я вам скажу, что Angular 2.0 написан на TypeScript. Вот. Поэтому они выбрали, они начинали с IT-скрипта, потом объединились с Microsoft. Это очень был крутой шаг. И поняли, что все, что им нужно, они могут расширить TypeScript и использовать TypeScript. Ну, поэтому здесь что-то есть. Тут поддержка со стороны Microsoft Community. Вот. И со стороны, как бы, Angular. Ну, а Angular очень популярный фреймворк. Ну, и если они его выбрали TypeScript, наверное, там люди что-то понимают. Ну, для меня это, как было, скажем так, тоже какой-то вариант, что TypeScript надо использовать, и у него есть жизнь, у него есть рудмап, и все хорошо. Какие-нибудь еще вопросы, может, появились? Да. Да, очень здорово звучит, Игорь. Еще раз спасибо большое за доклад. Хорошо. Спасибо большое за дебаг. Игорь, Игорь, сори, а будешь, пожалуйста, на секунду открыть вот этот мап? Просто как он выглядит, интересно. Мап файл, конечно, не проблема. То есть, давай, я прямо здесь его открою. Я не разбираюсь в мап файлах, поэтому, если ты хочешь спросить, как его смапить вручную, я не знаю, как это решить. Но на самом деле, я так понимаю, он сопоставляет просто строки, то есть, по сути, браузер ходит по JS файлу, но говорит, что вот эта строка соответствует вот той строке в том файле. Ну, мап как мап. Ну, то есть, я не знаю, какие оптимизации и тому подобное. Я, честно, и не интересовался. Для меня главное вот то, что я могу здесь останавливаться и дебажить TypeScript. В начальных версиях были с этим проблемы, то есть, что дебажить было сложно. Вот, приходилось JS дебажить, там что-то смотреть. А сейчас с помощью мап скриптов поддержка в любых браузерах есть. Да, круто, конечно. Вот, и то, что я еще говорил, я вот вам забыл сказать, но никто не спросил. Вот, на самом деле, в чем есть проблема, когда начинаете с CoffeeScript? Например, вы хотите jQuery подключить. Да, я вам говорил, подсветка синтаксиса, есть интерфейсы и тому подобное. Поэтому для TypeScript написали очень кучу definition-ов. Вы сами их можете сгенерировать в существующей библиотеке на самом деле. То есть, она вам сгенерирует интерфейсы. Но для всех популярных я никогда не писал свой definition. Ну, я только контрибьютал, полреквесты, но я никогда не писал, мне не приходилось. Definition TypeScript. Ой, TypeScript. Definitely Type, вот называется. Ну, я всегда пишу definition. Это GitHub. Тут все, что вам нужно, то есть. Я думаю, что здесь вы найдете все, например, в поиске. Ой, назад. Есть также утилита TSD, которая позволит вам с Node.js интегрироваться. Есть с ним get. Вот, например, вам нужно jQuery. jQuery UI. Хочу. Или вот есть jQuery. Я просто не помню, как оно пишется точно UI. Ну, я всегда в Google ищу. Или через . Вот, но в общем jQuery, например. GitHub. Смотрим на GitHub. По сути, это описание всех интерфейсов. То есть, все, что есть jQuery. То есть, вам не нужно там вспоминать, а что принимает у меня $.post, $.get. Что же он туда принимает? Первый callback или нет? Вот, это все описано здесь. Вот. А, но на самом деле это не писали руками. Это люди сгенерировали, а потом что-то уже там правили руками. К сожалению, ну, он еще развивается, вот, и есть, ну, несоответствие. Но он на самом деле очень много используется. Видите, когда необходимое количество аргументов передать, видите, уже используются спрейт-операторы. То есть, когда неизвестно, сколько будет аргументов. То есть, any. Вот. Ну, пожалуйста, очень легко описывать. Такие вещи очень сложно было бы описать, ну, скажем так, эти интерфейсы без этих возможностей. И это все возможности не придумал TypeScript. Что самое интересное, да, то, что, ну, для меня было, то, что это, ну, реальный, как бы, ECMAScript 2015 стандарт. То есть, потом для меня когда-то переключить. Но я уже хочу сейчас писать. Я хочу облегчать себе жизнь уже сейчас и людям, которые будут работать. Поэтому я положил, скажем так, свой глаз, да, и выбор на TypeScript. И, в принципе, я пока еще не увидел каких-то больших проблем, что у меня что-то не получилось на нем сделать или еще с чем-то я столкнулся. То есть, если нету этого интерфейса, например, да, там, jQuery, ну, вот, нету, ну, не написал никто. То вы не хотите писать, но вы знаете, как использовать jQuery. Вы опишите, там, доллар, там, да, переменная, там, any и все. Ну, то есть, как, просто задекларируйте эту переменную. А, по-моему, это же вот так вот можно. И дальше используется jQuery, как и раньше. Но без подсветки синтаксиса и тому подобное. Но у меня не было проблем. Я находил всегда себе эти тайпинги. Или, если надо, вы можете сгенерировать их. Тоже, в TSK смотрите, там есть это help. Натравливаете ему javascript-код, он вам пытается генерировать definition. Вот, то есть, самое главное, ну, он облегчает разработку. И остается javascript-ом. То есть, вот это очень классно. Это не другой язык. Это просто superset. Ну, это такое расширение, как бы, ну, меня это поражает, ну, и по сей день. Но уже, в принципе, применяется и в Enterprise. Вот, и я вижу, что многие применяют тоже, как бы, на проектах, там, в комьюнити смотрят. Но именно в продакшене, в Enterprise используют. Ну, то есть, это тоже показатель. Хорошо, какие-нибудь еще вопросы? Ну, если нету, то всегда задавайте мне. Контакты всегда можно мои найти. Пожалуйста, обращайтесь. Что-то помочь, посмотреть, подсказать. Я всегда рад покоммуницировать, повзаимодействовать, чем-то быть полезным. Хорошо? Так что в этом плане не стесняйтесь. У меня все. Спасибо вам огромное за время. Извините, что так долго. Ну, реально почти полтора часа. Но я думаю, что вам не было скучно. Вы не заснули. Я старался сделать так, чтобы вы не захрапели. Спасибо. Спасибо тебе большое, Олег. Сори, вклинюсь две минуты. Объявление Пайсмейкер WebUI в сентябре 5-го в Киеве. Кто не зарегистрировался, просто зарегистрируйте.